здарова ребята всем вам доброй бороды господа мы продолжаем прохождение атила total war за королевство мерсии ну что ж ребят в этот раз врагов намного больше чем мы ожидали то есть вот они это не все враги то есть у них есть подкрепление правда они не добиты и ну по количеству их больше чем и 778 год нашей эры поехали расставила войска вот таким способом чтобы мы быстренько перехватили вражеских бойцов до тех пор пока они не получили свое подкрепление наша задача быстренько их расшатать избавиться от вражеского полководца чтобы нанести им именно вот они видите новую силу 1 и где-то еще 2 где-то должны быть или нет насколько я понял что их больше реально больше чем мы я не знаю может быть мы сейчас посмотрим может быть кавалерии попытаемся завалить ворска полководца хотя если они попадут в застежной бой ту мы потеряем свою кавалерию и свою полосу конницу так как там рядом есть и с левого фланга и справа фланга от нас тем более справа флангу ты и 3 тихо налево сколько их тут много походу будет жесткая битва походу мы даже и тут можем слиться ладно ладно нам надо тогда короче плана 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 отменяется под так как мы пока добежим до их позиции мы просто-напросто устанем ведь уже активные свежеактивные то что войска тоже устают поэтому ускоряем время и ждем их так да да плана меняется теперь наша задача их выманить в нашу сторону стена щитов сопротивление 203 от стрел этих бойцов ставим назад я скажу зачем чтобы вражеская кавалерия с права ну чтобы спориться вражескую кавалерию в нашу сторону и всего лишь одну кавалерию отправим вперед кто подождите давайте давайте наемников отправить вперед наемник у нас будет как живое мясо так встречи их со встречки здесь ну что ж вперед вперед здесь показали застрелов нету отправляем их вперед ну давайте ко мне блин у нас нет застрелов даму бы сейчас их постреляли ага первый отряд идет второй отряд идет они выдвигать своих бойцов на наших ребят что-то не какие-то уставшие все это чё за финято неужели у них такие прям уставшие ребята также ждут боя новобранцы копейщики ждем жем 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 отправляем их назад счет так они видели что мы начали реагировать на их как говорится передвижение и сразу включили стена щитов мы потихонечку отправляем их назад нашу конницу ночью давайте 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 вперед-перед-перед ребята вперед давайте объявляем этого вперед сюда отключаем тогда здесь пока даст тянусь что перед продвигаемся этих бойцов сюда выдвигаем просто маним их эти ребята что-то встали а давайте топорниками прям на них честно подъем вперед давайте бойцы давайте давайте так этих бойцов сюда наш кавалерия сюда пошли пошла первого схватка сейчас избавимся и от них ребята по одному по одному прекрасно топорник очень хорошо справляется с вражескими копейщиками планомерная как говорится атака ребята никуда нам торопиться не надо они высылают своих вторых бойцов отправляя своих топорников сюда и на тот случай если вражеский конец попытается подойти к нам со флангом и их просто-напросто своих же прикроем своими копейщиками это залог успеха бойцов чуть-чуть сюда вперед отправляем пошла жара добиваем 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 прекрасно с двух сторон просто их добиваем кошки отрубай враги что-то странно себя ведут давай до свидания ай как прекрасно какое мясо то просто грёбаная грёбаная жесть все назад бойцов так где наши бойцы наемников отправляем также продолжаем их провоцировать на наступательные действия но я не знаю теперь как теперь можно сделать так давайте бойцов сюда назад топорников сюда ставьте стен стену щитов выманю выманю потихонечку по одному по одному отлично прекрасно ребята прекрасно вот этого я хотел вот этого я хотел так наше колиться с правого фланга я принципе думаю однако essential крышкой вражский генерал вражеский генерал пошел в合 knowledgeable пошел в нашу сторону при у нас по идее проблемы здесь потому что враг весь свой натиск отправил именно в нашу сторону так давайте Ellari это этих бойцов сюда по-быстрому побыстрому 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 и отправляем их отправляем во фланг отправляем во фланг помогаем 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 своим бойцам своим бойцам превосходника превосходника враги просто терять своих бойцов ребята смотрите они теряют свой конницу и вражеский полководец вообще сглупил он просто не стал отступать увиден наш натиск этих бойцов сюда так отличник этих бойцов суда топорников суды вперед проблему вражеского полководца перехватываем своими топорщиками этих бомжей до вражеский полководец потихоньку отступает давайте мы его перехватим своими своей конницей так ну что ж потихонечку кольцо как говорится закрывается вперед-перед-перед-перед-перед-перед прекрасненько прекрасненько отлично все все дело сделано 3 они все бы прям бегут и ядрить их налево это просто гребаная жесть добиваем остатки и делаем небольшой регруп планомерная тактика ребята вот что залог успеха не надо никогда торопиться никуда аккуратненько оценивать ситуацию как говорится так эти эти так назад 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 делаем групп небольшой потом этих нет ни добит к вдобьем отправляется у конца назад так как мы видим он просто массово отправил своих бойцов всех всех вперед полководцы суды такие копейщиков непосредственно вот в эту сторону нажимаем пробел смотрим куда мы своих бойцов расставили и потихонечку аккуратненько так мы видим с этой стороны идет конница вражеская нашу конницу отправляем сюда это у нас получается ага хорошо хорошо закрываем левый фланг этих бойцов отсюда стена щитов дабы сберечь своих бойцов от всяких натисков свой полководца вперед и делаем стены стену копий так но решил в лоб прям ударе да я так понимаю давай 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 назад 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 отлично 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 прекрасно так он здесь атакует нас давайте второй конец отправим сюда поможем как говорит своим бойцам удержали мы их натиск так как мы сделали свое своевременность стену копий превосходно здесь у нас пока вроде бы все нормально нас обстреливать я вижу свою полководца отправляем сюда и в 100 вторую конницу давайте вот эту ходится тоже сейчас со фланга зайдем на вражку конницы попытаемся их расшатать давай во фланг прямо на фланг блин вот это же за смотрите какая полномасштабная просто и дрите на лево война битва просто ребята битва догоняем недобитков отправляем его не мы видим здесь вражеская конница просто врывается в лобовую атаку наших бойцов бустим так ну что ж я уже в принципе можно уже знаете такую агрессивную атаку задействовать против врагов и будет все чики-поки я думаю да сейчас только добьем вот этих вот недобитков отлично так все от отправляем так ну что ж ну давайте мечников что ли отправим сюда ребята же будет жесть смотрите лобовая атака прям в копейщиков я не знаю я надеюсь что у нас получится все-таки сделать это дело да да они бежали они бежали добиваем этих недобитков тоже и вражеские бойцы просто все бегут и 3 тихо налево смотрите какое мясо нас ожидает все добиваем мне кажется хорошая битва у нас получилось как вы думаете аккуратненько их пощупали да сначала посмотрели чё да и как и как раз мы с вами выявили все вот эти вот непростые стороны врага самое главное дать врагу чтобы он в свое время на ошибся и именно этим как говорится делал мы должны воспользоваться этим шансом так ну что добиваем убираем так метать или дротиков метать или уётиков так отлично вот эти вот добиваем урагу кольц мы уже с вами не догоним этих тоже завершаем битва героическая победа нас было 1520 их было 1986 наши потери 349 их потери 1500 там чем-то враги отступает противники погибают и мы в принципе можем укрепить свои позиции именно здесь и ну давайте для начала сделаем следующее так хитрость плюс один это у нас авторитет так и от беркт и от берд вот так вот сделаем слушайте мы даже можем еще и нанять наемников вообще у нас нормально так бойцы да смотрите прямо как они восстановили свои силы я думаю самое время начать контратаку так как они потеряли свое влияние именно в этом регионе и я так понимаю что у них здесь нет никаких войск я думаю самое время до продолжу свою свое наступление да да у них город просто открытый заходи и забирай моих женщин прям такая найти вывеска там висеть и там так именно так и написано прекрасно ладно сдадим ход у нас 1515 золотых монет 900 чем-то оборот за каждый ход за каждый сезон и сучить одет бороды надо войне стоит дай бы борода я бы подумал видят видят что им пипец пришел так хорошо бороды нет как говорится давай до свидания слушайте ну можно принципе уже с этими покончить так оккупировать просто зашли и забрали и женщин и детей все ребята молча зашли и забрали и женщин и детей у нас получается целая провинция здесь правда если у меня нету нету денег для того чтобы отремонтировать все это дело к сожалению великому сожалению ну да ладно я думаю принципе это не проблема все таки надо распустить этих бойцов так у нас может быть еще одна проблема в том что ведь вот этот у нас открытый планк сутихи на все таки их надо попытаться догнать хотя скоро зима сейчас у нас осень потом зима будет зима у нас будет не боевые потери ну пойдемте подогоняем их ага мы можем сделать губернатора назначить смотрите экфрид а ну-ка давайте посмотрим какие у него здесь есть умение у него жена неблагородная авторитет минус 1 рвение муж и так далее так прекрасно свиту скоро строительство стоимость строительства доспехи атака коррупция минус 5 вверенная провинция стоимость найма стоимость строительства минус 10 давать коррупцию сделаем ему так это здесь нам ничего не надо делать доспехи ну все принципе да кстати я забыл кое что сделать минуточку минуточку я же не не назначил его так ну ну чтож в эльстерна вы выставим его сюда прекрасно кого мы еще можем опа мы и их берды можем назначить слушать а он кто у нас такой стратег а это у нас администратор налоговоставку плюс 3 вере на провинция купец погас плюс 10 от торговых построек вере на провинция войсекс и давайте посмотрим кто что у нас там есть вообще войсекс может принципе здесь посмотреть так у нас здесь есть вообще торговое сооружение вроде бы я строил так дом пицца чертог воинов продуктовый рынок вот пожалуйста богатство плюс 150 от торговли как раз вот этого чувака и можно отправить в эссекс да у нас не хватает денег сколько стоит 475 у нас с собой 476 почему не хватает хватает денег может быть у нас лимита нету да у нас походу лимит закончился уже назначен максим максимальное число губернаторов понятно вы римос какой позор давай до свидания хорошо ребята у нас пока у ну вот этого я боялся конечно вот этого я боялся хотя что боятся то я думаю мы их сейчас попытаемся догнать если проблема в том что у нас ребята не хватает я так понимаю очков чтобы их догнать срочно нанимаем стратега просто срочно срачником нанимаем бойца здесь улучшаем его все его характеристики и пытаемся сделать топорников в принципе у нас здесь есть стены у них бомжи одни да они они не смогут нас штурмовать если они конечно же попытаются подойти вот в эту сторону а мы с вами потихонечку пойдем по этому лесу у нас будет не боевые потери так как у нас зима нет стоп ладно давайте на ускоренный марш ухты сколько тут у нас бойцов то потерял да какие у нас сообщением развитие дальность перемещения на карте компании как раз как раз это дело мы с вами изучили прямо только что так переселение эдикт издан прекрасно армия основана of и доход от налетов плюс 20 процентов у нас мы пока что налета не делаем ну надо кстати этим заняться скоро дабы нанести экономический ущерб нашим заклятым врагам ладно давайте посмотрим по изучаем архив посмотрим что это за здание я впервые вижу это здание и понять не имею что она там дает я думаю будет хорошие бонусы хотя мы принципе можно и было и саму посмотреть да они отступают они видят что мы потянули мы видят что мы там развернули новые войска и конечно же отступают ну что ж нас наша задача избавиться от всех наемников хотя их я вообще не вижу ухты наш царь прям вот туда-сюда обратно кстати забыл здесь отремонтироваться все встречи завершено уэльс рыбный порт это вот у нас здесь получается с пищей у нас просто все чики-поки а новая способность переговорщик у нашего короля есть ребята новая способность переговорщик чё эти бойцы будут они как-то реагировать то передвигаться или 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 еще что-то у них вообще осталось остался вообще кто-нибудь или нет а да да есть а нет они уже не хотят с нами заключать мир договора ну что ж если мы оставим это поселение и пойдем на их столицу я не пойму где их столица если честно у них что реально не осталось никого да у них нету у них ребят нет поселений интересно ну по всей видимости мы сейчас будем вой а нет подождите у нас улучшается отношение так как у нас есть общие враги и улы и с этими улучшаем отношения сколько тут бомжей это просто жесть нам надо с ними как-то со всеми разобраться нельзя нам забывать о том что у нас здесь есть тоже непростые ребята я их правда им не доверяю вот эти вот фракциям тем более у нас ними тоже отношения ухудшаются так как у нас великая держава и они видят нашу дерзкую экспансионскую политику поэтому были на роли рано или поздно они тоже нападут на нас ладно сдаем ход остается только это посмотрим ну да понятно 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 ребята понятно просто отчаянно отдаются это такой вот ход искусственного интеллекта так как видят вообще у них шансов нет и у нас очередная минус одна фракция так здесь наши границы до фракция уничтожена королевство коннахт как говорится мы им сказали давай до свидания ну вот эти вот чё за ребята почему вы нарушаете наши границы почему интересно это ребята нарушили наши границы мне очень интересно стоимость содержания кавалерии минус пять процентов прекрасные новости новости появляется новая фракция кстати мне вот тоже подсказали ребята чтобы я отправил хотя бы флот разведчиков что ли куда-то там чтобы я мог посмотреть какие есть новые фракции давайте этим как раз и займемся создадим флот отправим администратора и прямо на ускоренный марш его куда им там я не знаю с кем пообщаться что ли открыт какие-то фракции давайте сначала вот 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 сюда вот в эту сторону отправимся и посмотрим так у губернатора появляется новая способность скорость скорость стоимость 30 минус 10 выберем так доспехи доспехи доспех одни доспехи в к чему ему конечно же хитрость и налоговую подождите давайте вот так вот сделаем 4 хода до окончания до завершения вернее изучение очередного навыка чудо это странный бой бойцы здесь смотрите ходят они нарушают наши границы налет не ребята извините его я я я вам являю войну разбираемся с ними может принципе авто боем сделать давай до свидания ни хераси прям к нам прилетели и налет делает ни хераси херен что берега попутаешь давай до свидания противник погибает в битве и фракция уничтожена ирландские сепаратисты вот это другое дело так боевой дух это у нас пополнение давайте боевой дух сделаем опыт 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 и здесь у нас опыт так прекрасненько скоро будем уже полностью забирать вот этот остров ребята полностью будем забирать но пока что торопиться некуда кстати у нас там вроде бы со строительством есть какие-то так избыток населения война объявили на мерсия ирландские сепаратисты которых уже и нету вот здесь у нас есть кузницу можем построить так мельницу можем поставить кстати мельницу мы вроде бы с вами или либо торговый пост а чего у нас там вообще санитарии мельница вроде бы санитарию дают да или нет а нет просто просто-напросто богатство 2 мельница богатство 30 процентов земледических так ну что ж у нас здесь есть усадьба давайте построим мельницу посмотрим что что из этого выйдет тем более это дело влияет на общие характеристики и бонусы сельскохозяйственных построек цель чужой так так это не надо шанс на успех вот этого давайте вкачаем подстрекатель тоже молодец агент растет так наш губернатор в очередной раз поднимает свой навык так у я про свой флот забыл ну ладно он сейчас автоматически туда поплывет я думаю надо ускоренный марш ему сделать чтобы было быстрее все это дело мистер предлагает нам договор они нападения они просто ребята чувствуют их борода чувствительная получилось заказывается они чувствуют что мы набираем обороты и реально рано или поздно мы на них нападем я пока откажусь есть на это причины и посмотрим все еще серии ребята решим на будем нападать на них или нет вроде бы у нас экономика все чики-поки все нормально единство вот то что мы должны найти каким-то новые фракции чтобы с ними начать какие-то торговые соглашения вот так вот скорый марш делаем посмотрим какие здесь у нас есть еще потенциальные союзник либо потенциальные враги так у нас правда так новая фракция нардаль бинге ребятишки вы мои сберкнижки не торговать они не хотят хорошо почему у нас падать сплоченность интереса ну что ж ребята это была очередная серия тела total war микрофон был римас спасибо больше за вам за ваши лайки до до скорых вам встреч всем удачи